Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин Семенович. Тема лекции вирусовка следующая. Расстройство духа. Мы уже читали с вами лекцию о духе. Но, как всегда, людям мало информации. Мы, конечно же, должны знать, что восточная медицина, скажем так, дело тонкое. И тонкости тоже нам повествуют о тех нюансах, которые мы не можем объяснить. Но мы в этой лекции, то, что мы не можем объяснить, мы подчеркнем, что мы не можем объяснить. Но, скажем, что дух живет в теле человеческом, в хромении человеческой, так скажем. И, конечно же, дух томится иногда в человеке. И это томление приводит от того, что человек иногда падает духом, скажем так, опускает руки на свое жизненное повседневное бытие. Однообразие приводит его к нерадостной жизни, к нерадостному бытию. Почему-то у человека нет цели, он не знает, как, допустим, дальше жить. И что, детей вырастил вроде, там, дочку выдал замуж, скажем так, всем дал все-все, а сам остался тихо, спокойной жизнью. А тихо, спокойно не научился человек жить, потому что не знает, какой же в нем дух, не исследовал свой дух. Потому счастливым человеком будет на земле только тот человек, который будет знать, какой же дух живет в нем. И что он может со своим духом, скажем так, сделать, либо как он может познавать, узнавать, распознавать свой дух. Потому когда человек в духе, он может и горе свернуть. Но когда он не в духе, то лучше этого человека не трогать. Итак, что же такое дух? Это душа. Здесь мы, как всегда, подчеркнем и скажем, что душа – это от Бога огонь, теплица в человеке, в нашем, скажем так, хромении. И человек должен узнать, либо познавать, где же душа, как с ней разговаривать, вести диалог, ну и что может душа. И поверьте, душа может неограниченные способности, которые не хватит и всех книг переписать. Это сила человека. Помните, что сила человека заключается не только в физической стиле, но и моральной, этической, духовной, в сообразительной силе, в ремесле силы, силы ремесла. Силу можно придать очень многим, скажем так, нюансам, которые лучше не преподавать. Но сказать, что сила человека – это тоже часть духа человека. Это вера, воля, это чувства, как некоторые авторы пишут. Это невидимая сила, которую человек объяснить не может, но чувствует присутствие этой силы, которая говорит, что мне что-то помогает. Что я не могу объяснить? Вы все равно не поймете, так что не надо тревожить мое сердце, я никому ничего объяснять не буду. Правильно человек ответил? Правильно. Он не может дать объяснение, но чувствует, что его движет. Это такая сила. Но здесь нужно подчеркнуть и сказать, уважаемые зрители, нужно человеку уметь отделять, скажем так, темную силу от светлой силы. Ну и, конечно, мы дошли до того, что же такое дух. Часто люди спрашивают, всегда философы над этим работают, всегда находят. Уважаемые философы, уважаемый суетной наш мир человеческий. Оставьте в покое, что такое дух. Почему? Потому что взял землю человек, сотворил по образу и подобию своему человека и вдунул туда Господь Бог, Творец неба и земли. Что? Дух. Вот благодаря духу человек стал живой. Потому что все вопросы, что такое дух, это к природе, к Создателю, к Творцу Богу, а не к философу. Вот здесь, если вы найдете ответ, найдете тот, кто думал вам этот кусочек жизни, вот тогда вы станете не только счастливым человеком, но и сможете других осчастливить. Итак, что такое дух? Дух это тоже страх, это совесть. Вот одного священника, я повторюсь, спросили, как можно наличие Бога увидеть в человека внутри. Он говорит, ну, совесть. Насколько человек совестлив, настолько в нем живет Господь, Бог Творец. Если нет у человека совести, что? У него нету Бога за пазухой. Потому, помните, на сегодняшний день это не актуально, конечно. Почему? Потому что сейчас совесть не в моде. Сейчас кто с головой, там у кого день, ну, понятное дело. Так, дальше пошли. Что такое дух? Это философия, извечные, скажем так, литературные издания, которые пишут, 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 сами заблуждаются и другие заблуждают, и так не могут дать объяснение. Поэтому не увлекайтесь философией, она может отвести вас от истинного состояния духа. Вот, что такое дух? Это любовь, проявление любви. Это красота, ну, и, как всегда, это традиционно, что? Дыхание. Поэтому, уважаемые зрители, если у вас есть расстройство духа, которое вы здесь услышали в нашей лекции, и не только, если вам недостаточно данной информации, пожалуйста, Google вам в помощь, интернет вам в помощь, посмотрите, что такое дух. Через точку ВДЖ-15 Ямэнь и с вашим огромным желанием работы над собой вы можете что? Свой дух опять что? Ну, скажем так, опять его воедино, скажем так, собрать. Посмотрите-ка, где он убежал, где он обленился, ваш дух, где вы его обленили, где вы его потеряли, где вы с ним не общались, где вы не разговаривали, где вы не проявляли свою любовь, где вы были бесстрашны, слово бесстрашное, слово корень бес. Вот. Вот это тогда вы свой что? Дух аккумулируете. Ну, а еще раз говорю, что не надо ссылаться, все на одну точку. Первое – это постановка цели. Вот. Восстановить свой дух зависит от вас. А акупунтура вам в помощь и точки акупунтуры. Это уже вторая точка акупунтуры, которая что помогает при расстройстве духа. Ну, и помните, что данная точка выступает при всех заболеваниях от А до Я. Почему? Потому что любое заболевание выбивает человека из жизненной колеи и влияет на его дух, на его состояние. Поэтому при всех заболеваниях от А до Я данная точка показана, что в помощь нам с вами, земным существам несовершенным. Спасибо за внимание. Продолжение следует...